Продолжение следует... Значит, поводом для подготовки данного проекта регуляторного акта послужило то, что в адрес Испании городского совета поступали и поступают в настоящее время обращения от жителей по вопросу нарушения тишины и общественного правопорядка в вечернее и ночное время. Именно от предприятий торговли и ресторанного хозяйства. За последние годы наблюдается тенденция роста таких обращений. Если в 2014 году всего было два обращения таких, в 2015 уже четыре, а за три месяца текущего года их уже насчитывается пять. Это не только письменное обращение, это обращение, которое поступает в устном виде в виде телефона и звонков от жителей города с просьбой ограничить режим работы и навести порядок возле этих областей торговли и ресторанного хозяйства. В соответствии с законом Украины про забеспечения санитарного и эпидемиологического благополучия населения, органы исполнительной власти и органы медицинского самоуправления обеспечивают контроль за соблюдением руководителями, должностными лицами предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, а также гражданами санитарного и экологического законодательства, правил соблюдения и тишины в населенных пунктах и общественных местах других нормативно-правовых актов через защиту населения от кредного влияния шума. На сегодняшний день ни одним действующим нормативным актом не урегулировано порядок установления по согласованию с собственниками удобного для населения режима работы, объекта торговли и сферы услуг. В соответствии со статьей 30 закона Украины о местном самоуправлении, в Украине органы местного самоуправления дивидированы полномочия установления по согласованию с собственниками удобного для населения режима работы, расположенных на соответствующем территории предприятий, учреждений и организаций, сферой службы независимой формы собственности. Вопрос установления по согласованию режима работы объекта торговли и ресторанового хозяйства сферы услуг регулируется также правилами торговли и продовольственными товарами, правилами торговли и милка-возначной горловой сети, правилами работы предприятий и ресторанового хозяйства, норма которой гласит, что режим работы таких объектов устанавливается с объектом хозяйствования самостоятельно, А в случаях, предусмотренных законодательством, по согласованию с уровнем местного управления. Но в каких случаях? В законе нигде это не сказано. В каких случаях необходимо согласовывать режим работы с законодательством? Это как раз и не предусмотрено. И именно для урегулирования этого вопроса и был разработан проект регуляторного акта, который мы сегодня будем с вами обсуждать. Этот данный проект был разработан как регуляторный акт в соответствии с требованиями закона управления об основе государственной регулированной политики в сфере хозяйственной деятельности. Хочу сказать, что регуляторный акт сам по себе является официальным письменным документом, который устанавливает, изменяет или отменяет нормы права, применяется неоднократно и относительно неопределенного круга лиц и которые направлены на правовое регулирование хозяйственных отношений. Проект данного регуляторного акта был внесен в план деятельности к решениям исполнительного комитета, рассмотрен и проект был размещен с целью получения предложения и замечаний. Проект регуляторного акта был размещен вместе с анализом регуляторного влияния на сайте городского совета и опубликован в газете РУМО. Также данный проект был направлен в Российский совет при городском совете для его обсуждения. В заключение хочу сказать, что на сегодняшнем заседании круглого стола мы предлагаем рассмотреть, обсудить данный проект регуляторного акта. Мы готовы выслушать все ваши замечания, предложения, рекомендации по данному вопросу. Давайте так, чтобы мы недолго, а может в течение часа уложимся, до 5 часов до 3. Ну да, у меня все. Я думаю, у меня все. Да, у меня все. Ну что, можно порядок дня или как? Ну давайте, вот вы выслушали. Не нужно говорить, как вы будете стол, или слова, или вопросы, как мы будем. Вопросы и ответы. Заходите, вы сюда пришли? На круглый стол, заходите, пожалуйста. Давайте поисбольный вопрос ответ, я думаю, так будет лучше всего. Или может быть у вас уже есть какие-то предложения? Нет, у нас пока вопросы, а потом предложения. Ну давайте я начну первый вопрос. Вот этот регуляторный акт, он касается объектов торговли. Я сразу объясню, почему я скажу. Я понимаю, что он касается объектов торговли. Дело в том, что мы приглашали сегодня на круглый стол предпринимателей, которые имеют свои магазины. И они вчера сказали, что они придут пообсуждают, а сегодня сказали, что они якобы звонили во 2-й отдел. И им сказали, что это касается только ресторанного хозяйства. И вот люди просто не пришли. А у нас же написано это? Нет, у вас написано, я же говорю, там написано. Но я же не знаю, кто так проинструктировал, что только ресторанное хозяйство. А это вот один момент. Значит, все-таки торговые точки. Торговым точкам относятся магазины, розничная торговля и ресторанка, сфера услуг. Это бытовые услуги. Магазины относятся к торговым точкам? Конечно. Что это мне надо было, чтобы вы сказали на камеру? Единственное, что это не распространяется на тех торгующих, которые торгуют рынке. У них установлен отдельный режим работы высшестоящей организации. И они работают по режиму работы этого предприятия. Остальные павильоны, которые в городе, тоже это касаются. Правильно? Все это непонятно. Дальше, какой вопрос. Понятно, вы говорите, что родился, так сказать, этот регуляторный акт в связи с тем, что жители города очень много жалоб. Вот за 16-й год 5 жалоб. Они были в письменном виде? Да. Вот они. Не, 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 не надо. Смотри, не. Нет, я не сходил. Мне достаточно то, что вы сказали. Это самое. Дело в том, что... Еще такой вопрос. Над этим вот проектом конкретно кто-то работал? Какая группа работала над этим проектом? Крома разработчиков. Да, кто главный разработчик этого проекта решили? Ну, кто торговодил? Есть имя, фамилия, все трое? Ну, скажите, пожалуйста, фамилия, имя, должность. Шумилова, Карпова, Григорьева. Ну, должности у вас какие? Это точно, наверное, да? Ну, вы знаете свою, как вы называете? Конечно. Специалист первой категории. Отдела торговли. Бытово, обслуживание, защита, правоотребителей. Еще кто? Шумилова. Начальник отдела торговли. Все то же самое. И третий человек. И Григорьева. Главный специалист отдела. Не собрали. Ну, инициатором были они, были инициаторами. Мы правильно понимаем, что были инициаторами. А теперь такой вопрос у предпринимателя. Чтобы у вас не сложилось впечатление, что это только Ольга Данила нас спрашивает. Поверьте мне, в этом учащеме умеется 15 человек. Почему они не пришли? Я вам сказала. Потому что кто-то дал дезинформацию, что-то не касается магазина. Значит, следующий у нас вот такой вопрос. Для какой цели необходим был этот проект? Вот какую цель вы, так сказать, преследовали? Что вы хотели? Как вы хотели улучшить жизнь? Как вы это видите? Для какой цели задержать принимателей, для жителей города? Для жителей города, прежде всего, на соблюдение закона о шуме. А так, а нельзя соблюдать без этого регуляторного акта? Ну, я вам скажу, у нас была жалоба по магазину Бухенхаус. Магазин работал круглосуточно. Ну. Вот там и происходило распитие спецназа. Милицию надо вызывать. Вызывать, создавать. А вы думаете, что если... Смотрите, дело в том, что хорошо. Значит, этот регуляторный акт только для того, чтобы установить режим. Правильно? Работает. Ну, вы принимаете. Правильно? Тишина. Только он за собой ведет согласование. У меня вопрос. Без этого согласования может работать торговая точка? Можем. То есть они могут это согласование у вас оформлять, а могут не оформлять? Ну, мы, если примем этот регуляторный акт. Тогда же они уже не смогут работать без согласования. Я спрашиваю, если вы примете этот проект... Мы будем просить, чтобы они пришли и согласовали с нами вот этот регуляторный акт. Рекомендовать. А если они не придут? Ну, не придут уж милиционные акт. Товарищи, вот не с того начинаем. Нет, подождите, подождите. Дальше вопрос. Смотрите. Зачем? На производстве существует какой-то порядок? У вас на предприятиях существует какой-то порядок? Ну, давайте мы ответим на все вопросы. Вы знаете, сколько у вас работает ваших рабочих, сотрудников. Почему в городе не должны знать, сколько у нас легальных предприятий и легальных работников? И от этого зависят налоги. Подождите, у нас все-таки мы идем из-за того, что люди нам звонят, и нам нужен режим работы. Или мы хотим узнать загальную площадь. Мне интересно загальная площадь, а потом торговельная площадь. Я вам сразу скажу по своему магазину. Я вам сейчас напишу, что у меня торговельная площадь 75 квадратных метров. А вообще у меня ее 150. И я эти витрины, мельпарду, в зависимости от ситуации в стране, у меня площадь сегодня 150, завтра 20, послезавтра может быть 200. Я тягаю витрины и не вру ни грамма, все хоть зайдут. У меня по магазину все время перестановка. Какое должна указать торговельную площадь? Подождите, ну на момент. Ну что вы, кажется, я уменьшила. Каждый раз соглашу вас с вами. Теперь, кильтись посадочных мест. Вам напишут, как не надо, когда оно есть. А я не из-за этого. Кильтись посадочных мест. Я напишу, ну допустим, предприниматель, фанат, например, у него 20. Но раз в месяц у него свадьба на 200 человек. Вы пришли и говорите, подожди, у тебя все 200 человек. Как вот эти все, мало того, зачем я должна вам предоставить к этому заявлению свой свидетель вытяг с БТИ о собственности. Что-то еще за новости. Это что, и денег. Это вообще мои собственные данные. Документы на землю. Это еще зачем? Вот я не понимаю. Как это связано с режимом работы? Тишины, вообще тишины. Я не понимаю, и все не понимают. Почему? Те нюансы, которые вы назвали и по полушадни, и по количеству. Торговых мест. Это прежде всего нам нужно еще для подачи, для формирования дислокации в городе. А когда вы открывали, вы давали разрешение дислокации, не знаете? Есть уже дислокации. Когда вы давали разрешение на строительство этого магазина, вот до этого магазина. Это в том, что ноги расширяются, ноги убавляются, все меняется. Меняется и торговые, и количество торговых этих посадочных мест. И площадь меняется у людей. Так вы же это увязали с тишиной. Тишина касается только ресторана. Кабалу одевайте. И тем, кто и с цветными напитками. Почему? Решение не будет. Но мы потом скажем почему, потому что тут 4 уголовных статьи. Мы потом дальше скажем почему. Нет, вот допустим, у нас возле магазина матрешки не может быть шумно, потому что мы работаем реально до 2 часов дня. И мы не распиваем там ни с первых напитков, мы это промгруппа. Причем тут, допустим, наш магазин до тишины. Но никак, допустим. Я понимаю, там еще рестораны. Но при этом установить режим работы. Но при этом, допустим, подать ей. Давайте. У меня Оля один. Давайте мы с этим уже шнайдер. Отвечайте, потому что у меня один из-за этого вопроса. Значит, по вашему вопросу о торговых площадях, мы готовим такую дислокацию. У нас есть дислокация, которую запрашивают у нас оба госадминистрации. Один раз в год, в конце года мы направляем туда свою информацию по объектам торговли, по торговой сети. Конкретно по каждому. Это и ресторанка, это и продгруппа, это промышленная группа, значит, мы делаем анализ по городу, где у нас открылись, где у нас закрылись. И вот эта информация у нас в торговом отделе есть. Скажите, пожалуйста, зачем тогда были отменены кабинетом министра все разрешительные, какие-либо разрешительные? Это вы у них спросите, а не у нас. Нет, так это страна приняла. Вы на местном уровне хотите узыки? Хотите нас просто вернуть в советский район? А потом все вот эти данные, у меня простите, Наталья Павловна, подожди. А потом все вот эти данные, их легко можно найти. Это не обязательно мы вам должны сообщать. Это на мой взгляд. Это все сейчас, все доступно в электронном виде, вы можете зайти на сайты соответствующие, все это узнать. Вы согласны, вы вносите это как предложение? Да, я вношу как предложение. Что нужно сделать, скажите? Нет, я потом скажу. Мы пока что обсуждаем, а что нужно сделать, я потом скажу. Что тут с вашей стороны? С моей стороны вообще непонятно, как связаны с режимом работы, с режимом работы, как связаны загальная площадь, киркис рабочих мест, моя справка с бытой о собственности, документы на землю. Мне это непонятно. Мне непонятно, почему я должна указывать вид деятельности, если есть квед, это тоже в электронном виде, в спокойном доступе можете взять. Мне вообще это непонятно. Мне, это сама, не то, что мне, это всем непонятно. Это мы, значит, вся страна, вся Украина переходит на программу «Умный город», на электронные петиции, а мы возвращаемся в СССР и должны к этому заявлению теперь каждый, даже тот, кто открылся, принести кучу бумажек. Значит, по поводу бумаг мы с вами, допустим, мы принимаем то, что требовать мы не будем, но заявление вы укажите, пожалуйста, требуем указать, просим указать вот эти все свои данные. А потом вот это выражение «прошу установить режим работы». Я лично ничего не прошу в заявлении. Вы это заявление сейчас принимаете, извините, это будет закон для города, мы по нему будем жить, но вы здесь пишите «прошу установить режим работы». Я вас не прошу, что должна в заявлении писать, что я вас прошу. И выделили так, ну по-честному, хоть выделили, прошу установить режим работы. Это называется, что вы просто хотите взять и всех под общий колпак и полный тотальный контроль. мне не дали ответ, о чём я задаю вопрос, ответа у него. Мне непонятно эта фраза «прошу установить режим работы». Почему там заявление? Я лично не прошу установить режим работы, что я должна выписать и подписывать? Я написала для себя согласовать. С кем согласовать? У нас. Споку. Прошу согласовать. А если кто-то, допустим, ну это получается, принимает такие заявления исполкома, исполком не примет, так что тогда, ну магазин, допустим, который, он не сможет, ну по какой-то причине, мало ли. У нас центр административный. Потому что у нас исполком просто так берёт и не принимает, например, я на этот новый состав общественного совета, который он совершил. У нас исполком, что хочет, они же не эксперты членов исполкома. Вот реально, они назначены люди, обычные люди, как все. Они же не эксперты именно в галузе торговли. Как они могут определять, кому дать разрешение, а кому не дать? И кто будет это получить? А там же вы, если видели, в положении написано, про мишек в часу, то есть с 8 до 22, с 8 до 22, не надо никаких согласований. Не надо ни решений, ни решений исполкома, это не будет выноситься на бумагу. Так зачем, если я работаю над бумагой, зачем не бегать вам собирать бумаги, объясните? Не надо нам бумаги, мы согласны, бумаги нам не надо предоставлять. Вы только напишите заявление и получите погоджение. Потому что сейчас, на данный момент, к нам приходят люди в отдел и говорят, мы хотим открыть торговую точку. Дайте нам какой-то документ, что у нас она открыта. Мы ничего не можем сейчас дать, потому что на законодательном уровне. Потому что нет у нас законодательном уровне, а вы хотите ввести. Нет. И сделать люди, сейчас все людям упрощают, что предприниматель одно окно, у нас сейчас режим одного окна, что предприниматель пришел и начал быстро работать, а вы теперь хотите, что предприниматель месяц ждал вашего разрешения. Почему? В течение 30 дней там написано. Это когда исполком, это когда без исполкома вы получаете сразу. В течение 5 дней. А если исполком не собрался, допустим, ну бывает же, там нету этих самых. Клорума. Клорума нету. Так что это предприниматель будет ждать. Я не знаю, что предприниматель будет рассматривать. А зачем они у вас просят разрешение, это не отменено закона. Они не просят разрешение. Они не ставят известно, что цена какой-то маленький. Вот жалоба, Ольга Даниловна, поступает жалоба. Вот мы хотим разобраться. Вы мне первое зададите вопрос. А как ты не знаешь, кто у тебя в магазине, собственник такой-то торговой точки? Я скажу, да вот я не знаю, мне законом не определено. Почему? Ну, это определено. Садитесь на сайт, в интернете, берите все данные. На кого вы возьмите данные? Как это вы не знаете? Вы понимаете, что эти услуги все платные. Это раз. Во-вторых, просто так не есть. Так правильно, мне сюда тоже заплатить, чтобы вам вытяг сделать в БТИ. Иван Иванович, вытяг. Вам не надо, пожалуйста, там же не написано. Так здесь запи, как не написано? Там копии. Если это по обложению, копии. А зачем вам вытягивать? А у меня нету оригинала. Хорошо, зачем вам вытягивать в БТИ, объясните мне? Да, режима работы. Зачем вытягивать в БТИ? Если это ваше собственное помещение. Бывают люди, открываются земли. Нет вообще, понимаете? Но если это не установлено законом. Законом установлено, а вот это, что вы требуете, объясните мне. Хорошо. Документы требовать не будет никто. Нет. Только написать. А зачем тогда принимать этот революционный акт, если вы ничего не будете делать? Елена Ивановна, Елена Ивановна, мы вынесли этот проект сейчас на обсуждение. Это четвертый пункт вообще. Наташа, подпиши. А вот я вот дала. Вы решили записли закон об администрации Украины вообще, когда создавали этот революционный акт. И вот интересно. Записли? Проверили, выяснили это все. Вот они. Ну сейчас, они же выскажут. Ну я не знаю, извините, пожалуйста, кто у нас ведет собрание? У нас круглый стол. Ну круглый стол, все кто-то ведет. Он не может быть хаосовичным. Ну у нас нет хаоса. Мы, по-моему, слышим друг друга. Задим вопрос, отвечаем на самом совместном турне и логично. Хорошо. Можно, да? Ну по четвертому пункту я сказал, я тогда вообще не понимаю, зачем этот четвертый пункт. Ну это не самое главное. Ну мы, по-моему, и мы, а исполком, по-моему, наступает за пять наград. Людмила Александровна, вы же помните, да? Николая, да. Николая, прошу прощения. Людмила Николаевна, помните мой суд с исполкомом. Именно вы присутствовали в качестве представителя исполкома. Именно такое было действовало. Так же? Ну ничем не отличается. Точно такое. Вы знаете, чем закончился суд? Знаем. Суд закончился, объявлю всем. Суд закончился тем, что исполнительный комитет Рубежанского совета изъял свое решение о установлении режима работы. Той. Я вам хочу зачитать открытое свернение громадской организации. Послушайте, пожалуйста. Возьмемо за вас, что до проекта регуляторного акту проекту решения Викторовича комитета Рубежанской общественной ради про задержание положения, про порядок установления також за погоджением режиму роботи об'єктів, торговли, ресторанов, господарства та сфери побудових поток на территории міста Рубежного. Викторовича комитета Рубежанской общественной радио На педставе вище сказано, можна стверджувати, що режим роботи підприємств приватної форми власності становлюється самостійно такими власниками, а орган місцевої влади може лише звертатися до суб'єкта господарювання з метою отримання від нього згоди на встановлення режиму роботи. Проте ні в якому випадку не вимагається від суб'єкта господарювання отримання будь-яких погоджень від органів влади. Але підприємцям не слід забувати про дієвий механізм отримання дозвільних документів, регламентовані законом України, про перелік документів дозвільного характеру. Загальновідоме правило регламентовано статтею 1 вказаного закону встановлює заборону вимагати від суб'єкта господарювання отримання документів дозвільного характеру, необхідності отримання якихось відбачено законом. Ви нарушаєте прямо, нарушаєте закон України. Прямо. Нагадаємо, що за законом встановлений вичерпаний перелік документів. Уже є перелік цих документів в законі. Ви видумуєте велосипед, зачем ви його устроїте? Непонятно. Погодження щодо режиму роботи не закріплено законом про перелік документів дозвільного характеру. А відтак і вимагати щодо його отримання є біспістав. Висловлена позиція повністю підтримана листом Державної служби України по питанням регуляторної політики і розвитку підприємства за номером 3414 із 18.04.13 року. Таким чином, на підставі вище вказаного, ми стверджуємо, що рішення виконавчого комітету Розвіжанської міської ради виходять за межі своїх повноважень та діють супереч закону, вимагаючи отримання дозвільних документів, які не встановлюють незаконно, а саме отримання погодження оби рішення до режиму роботи об'єктів торговельних закладів громадського харчування. Це те, що ми даємо вам вискрито звернутися. Прошу учити це все дело при вонесі рішення об'єкті. Ми вас услышали. Можно, пожалуйста. Людмила Валикановна, ваше дело є... Це не Леонид Гурин, я на начальник, я думаю. Ага. Росударственного надзора являєтеся, да? Органом Росударственного надзора не являєтеся? Нет. А відео органом Росударственного надзора є і органом місцево-направлення, в тому числі, в якій вислючити діяльність в сфері регуляторної політики. Це ж регуляторно-нарматиза регуляторної пари. Ми ж не договорили, я ж не зрозуміла, в якому смісті. Так, ось смотрийте, там про засаду державного регуляторної політики є там такий інтересний пункт седьмой. У разі, якщо норма законна чи іншого нормативно-врагового акту, виданого відповідно до закона, припускає неоднозначне тумачення прав і обов'язків суб'єктів господарювання або органу державного нагляду, контролю та його посадових осіб, рішення приймається на користь суб'єкта господарювання. Знаєте, як тут спор не може взагалі зберігати? Смотрите, там в частності, скажімо, є такий пункт в вашому положенні, 2.9. Послушайте внимательно. Встановлення за погодження режиму роботи об'єктів торговли КОМА, реєстрат ресторанного господарства по сфері побутових послуг, встановлюється на строк дії документа, що надає суб'єкту господарювання права користування приміщення. Пункт підрозуміють, якщо у вас немає документа, то користування приміщенням, тобі ж власністю, забороняється. Сразу предупреждаю, цивільний кодекс, 17-го, зміст права власності, власникам налишить право владіння, користування та розпорядження своєм майно. Стаття 319 – здійснення права власності. Власник владі користується, розпоряджається своєм майно на власний розсутт. Власник має право вчиняти, щоб розформлено будь-які дії, які не суперечать закону, ну і так далі. Тут багато пунктов, які підтверджають наше право розпоряджатися своєм власності, в полному мере, не нарушає ніяких законів України. Так що я хотів би поінтересовуватися, спрашиваючи, це не сіте, або розпорядження, або розпорядження голови, або розпорядження? Ніскільки не було. Ніскільки не було. Ви власність поступають жалоби, дуже багато жалоби. Понимаєте, якщо жалоби поступають, ми не маємо права нарушати закон України. Є конкретний закон, який попадає в 4 статті тут, і ми вам їх укажем, які підписують, які йдуть під уголовну відповідь. А мені знаєте, що подобається? У вас 5 жалоб, а всі предприємники міста мають прийти і написати заявлення. Тоді хочеш ще сказати? Просто я думаю, ви не в полному об'ємі, ваші юристы просмотрели этот регуляторний акт і неправильно розуміють ситуацію. І закон же придумали не ми, не жителі міста, і все-таки у нас є руководство країни, є кабінетний міністр, є вироковна рада, і всі питання своїми. А розв'язувати руки регуляторним актом, і ми дадим рекомендаційний характер, то, що підписали, як би сказати, там, де ми совєтувалися, куди ми званіли, і з кем це. Це ми на відповідальність таку і на себе набрати не будем. Як общеський совіт міста і як віддільно кожен підприємник. А що ви маєте сказати по цьому вопросу? Тому я хотіла сказати насчут юристів. Цей проєкт, рішення, ще не згодомся з юристами. Так а як же ви можете його приносити на обсуждення? До принятия проводиться відділ. Так вони должны були сначала з вами согласувати, а потім позвати общественность. Извините, ви зараз сидите, деньги получаєте? Ви в рабочее время сидите? Конечно. А почему вы должны прийти в своє личное время, і слушать какую-то сказку, яку ні з кем не согласований? А порядок разработки революторного акта сейчас наручен конкретно? Вы, як юрист, скажіть нам? Разработки революторного акта. Процедура наручена сейчас, як ви считаєте? Повозити опубліковано на сайте, опубліковано. А ви його не прорабачивали? Як же ви могли його опубліковати, як ви не согласовали? Ну, він не стояв в проєкте на цьому програмі. Так ви ж бюджетні гроші тратите. Ребята. Повозити. Давайте я, а то вы так... Давайте, давайте. Давайте, на мене налетайте. Давайте, говорите. Значит, уважаемые предприниматели, никто не хотел здесь вас нарушить, какие-то ваши права унизить, или как бы поставить вас в какие-то жесткие рамки. Вы поймите одно. Пошел диалог власти новой с вами, Ольга Даниловна. Ваши слова? Конечно, мои. Поэтому был специально этот круглый стол создан вот девчонками для того, чтобы вы, как, скажем, не противоположные две сторони, вот хотя мы сели так, да, как еще партнеры... Ну так можно было это обсудить заранее. Заранее он еще нас не заведелился. Чтобы вы общались как партнеры, вот они пригласили вас, подскажите, говорят, товарищ, направьте нас, может, мы ошиблись, а потом, вот вы сейчас подскажете, вы ас в своих делах. Каждый из вас сейчас больше, я знаю, больше 10-20 лет от работы. Так подскажите им, они исправятся, они эти две... Девчонки проверят потом, юристы, я извиняюсь, не девчонки, это квалифицированные юристы. Потом, после ваших замечаний, они несут уже свои юридические справки. И поймите одно, вот этот круглый стол, ну не создан, чтобы тут было противостояние. Вот когда-то говорю, бывший там политик, найти консенсус, да, слово такое, мне не нравится, некрасиво. Ну, назовем не консенсус, а просто общие точки соприкосновения, чтобы в городе был порядок. Мы же за то, что и вы, чтобы не было этих пьяных под ларьками, не было под, я не знаю, ну носят же и водку, и пиво по ночам, совершаться преступление. Помогите нам, и мы вам пойдем тут точно так. Вы повторили, исполком повторил все то же самое с 2008 года. Все один к одному. Ну так я говорю. Я чем, не так. И, по-моему, тогда я был хозяином Орхидеи, я пережил проверки прокуратуры, я пережил проверки ОБХСС, я пережил проверки, неоднократной проверки милиции, я пережил самого Бусинкова, он приходил ко мне. Мало того, Анатолий Анатольевич, Анатолий Анатольевич, мне вот в этом магазине, тогда не Карпатный был, он мне говорит, что, Сережа, сунешься с нами? Я говорю, да, Анатолий Анатольевич. Ну-ну. Это его слова, да? Результат был известен. Евгений Николаевич, а спросите, почему к вам приходили эти проверки? Скажите вы, ну, вы скажите, может, не знаю. Нет, ну, он знает, почему к вам приходили эти проверки. Подождите просто, почему? Потому что самое большое количество жалоб было это на Карпатный Орхидею. Так? Вопрос в ритмахе. Вопрос в ритмахе. Нет, не в ритмахе. Я делал в том, что вам в суде предоставлял, я вам в суде предоставлял бумаги с СОО, как оно называлось, дешумизации помещения. Так вот, у меня шума в помещении на тот момент было меньше, чем проезжает особо. Я вам предоставлял эти бумаги. Давайте, давайте, давайте сделаем, давайте сделаем, это законом. зачем вам об этом? мы сейчас, я ведь, что вы говорите, как я не собираю. А по алкоголю, почему я не об этом? Подождите, если я... Подождите, Ольга Николаевна. Ольга Николаевна. Вы еще проходит до алкоголя. Ольга Николаевна. Просто ее по алкоголю, никто не обращает на нее внимания. После 10 дней у нас есть регуляторная... Так а кто проверил? Давайте еще раз. Я опять же возвращаюсь к жалобам. Я вот сейчас вам даже зачитаю. Зачем я не читаю? Зачем не читаю? О закрытии магазина Бухенхаус. К нам пришли к делегации. Алкоголем, которые только я не старалась. Из-за рецензии. Это регуляторная... Значит, уже слушайте. У нас в основном во всех продовольственных магазинах осуществляется торговля алкоголем и пивом. А пром? Ну пром, подождите, я говорю за это. Раз. О закрытии магазина. Значит, пожалуйста, закройте. Круглые сутки под видом сторожевания в ночное время торгуют по стоку в окно нарушаются. Приходят к нам делегации и говорят о том, что, пожалуйста, закройте, измените. Вы думаете, мы просто так это у нас родилось? У нас создана была рабочая группа. В состав которой вошли депутат, милиция, мы. У нас трижды, понимаете, дважды создавали рабочую группу. Это только по одному магазину. Человек идет на контакт. Ничего. Хорошо. Ничего. Значит, смотрите, проводится обследование облагорода. Вы знаете, что у нас есть регуляторный акт об ограничении торговли алкоголем до 22 часов. Мы прошли 13 судов, апелляционный суд, все, это решение действует. Вы думаете, предприниматели идут, выполняли это решение? Нет. Чем? Ну, я же не знаю, есть какие-то наказатели. Вы ли бы это решение наказания наказывали? Нет. Вы думаете, тогда эти рычаги? Почему-то абсолютно спа круглые, все закрылись, понимаете? А некоторые предприятия, в основном это мелкорозница, это киоски, торгуют круглосуточно. Понимаете, разговариваем с предпринимателями, пожалуйста. А в Киеве заправили в киосках торговать спиртное. Вадимир Владимирович, это тоже революционный август? Это тоже революционный август? подожди. Вас слушайте. Почему надо понимать, вот сейчас вот лейки, хорошо, говорите про гадынист, скажем. Значит, проводим проверки торговой сети. Если хотите, вы можете в следующий раз поехать с нами на эту проверку и посмотрите, кто в ночное вечернее время ходит по магазинам и покупает алкоголь. это малолетки. Это малолетки, понимаете? Мы не против. Продавцы продали. Начинаешь спрашивать, начинаешь спрашивать, на каком основании вы продали это малолетка, приходит, понимаете, а потом у нас на это и нарушение общественного порядка и все. Я не знаю, понимаете, она увидела этот рубль, она увидела этот рубль и продала она не взирает. Понимаете? Мы же не против. Торядка продажа алкоголя до 10 дней. Мы же не против. И рестораны. В Киеве вообще запретили в ларьках торговать спиртные. Может, вам тоже такой регуляторный акт надо предложить и создать. и пускай может быть только... Но я не понимаю, почему... Трибуки не понятны, какие документы и не понятны, что... Значит, давайте ваше предложение. Давайте подскажите. Вы не хотите предоставлять нам документы. Что не нужно? Мы не хотим. Я не хочу. Ты хочешь, так это нас не касается. Мы не на таком решении. Мы не поражаем. Это нарушение, скажем, нам нужно... Мне делать нечего, хотим. А с юристами потом, когда мы свои все мнения были, не с этим нарушили. Административная, подождите, подождите, подождите. Посмотрели. Я не думаю, есть права, не надо было делать, что надо было прийти в общественном союзе, а потом уже вынести решение. Переисправа, что заканчивается. Продажа алтоголя не совершеннолетним. И чем занимаются? Что дальше? Понимаете, о режиме работы и чему-то поступить? 56. Мы не имеем права. Если в России у них принят закон, и у них прописано в админ-кодексе такой, что нарушение правы до графика продажи… То есть, на нас это не нахер. Это не нахер. Это не нахер. Если кто-то хочет торговать с этими напитками, допустим, маленькие розничные варежки, мы должны принять правила торгуются или алкогольными напитками. Если они не выполняются, они лишаются лицензий. Вот это мы можем принять? Спасибо. Это положение должно касаться только тех, кто торгует с этими напитками и ведет ресуранное хозяйство. Но ко всем остальным, кто торгует, допустим, промгруппой, и у них нет ни пива, ни пива, ни пива. Хорошо, мы не будем требовать у вас документов. Вы пришли, написали заявление о том, что вы с вами согласовали. Понимаете, я уже говорила вам, у нас на руках у каждого предпринимателя, вот у нас сколько предпринимателей, 400 объектов торговли и сферы уходов, там 100 с чем-то. У нас у каждого предпринимателя разные документы. У одних разрешение на размещение, у других мы придумывали, ну не то, чтобы это было такой декларативный метод. Люди приходили, писали декларацию. Потом на договорах аренды мы писали согласованной деятельности. Сейчас они приходят, они приходят, потому что они знают, что они могут не приходить. Вот этим регулятором и статом. Никаких требовать от вас документов. Мы же сюда в хозяйстве не имеем. Написали заявление. Мы же от вас не просим. Мы походы, лыша с полков. Все, работайте, пожалуйста. Я хочу, чтобы вы меня услышали честно. Вот мне, если по закону я могу никуда не ходить, ничего не писать, ну не хочу я ходить, ни заявления писать, ни бумаги носить. Мне что делать, мне ничего. Я не хочу это делать. Если законом, если закон это разрешено, то можно это. Значит, смотрите. Значит, смотрите. Надо буду водкой торговать, пожалуйста. Давайте как-то. Давайте как-то. Мы... Может быть, мы столб, когда должен будет запрессиваться. Можно сказать слово, чтобы туда запрессиваться. Значит, предложение милицию приглашать на следующий круглый стол. Пускай они объяснят. Мы подрочили, на чего они не реагируют. Ребята, вот я вам хотелось позвать. Кто-то пишет предложение милицию позвать. Значит, я еще предложу вам. Значит, смотрите. Мы, прежде чем вы удовлетите эту регуляторную арку, мы проработали эту в интернете. У нас рядом... Он не законится. Рядом этот... У нас четыре уголовных... Значит, на это, что вы нас дали на это время, идет четыре уголовных статьи, и вот у нас... Про которые мы не будем подписываться. Все по лучшему это решим работать. Ну, можете и нет. Вот такие условия. Вот так вот погоджут, с такими заявлениями. С такими заявлениями погоджут. И перешли в нашу визу. Не, ну это их нетрудно. Здесь еще не погоджут. Уважаемый, а давайте не пугать уголовными статьями. Я еще раз повторю. Собрали здесь друзья-товарищи. Вот мы предлагаем общаться. Не надо уголовными статьями пугать... Владимир Владимирович, не надо, вот вы говорите, а почему... Вы где-то выучили три статьи, и пугаете сейчас их статьям. Конечно, я рада, я знаю, мы не будем... А то закрываем стол, больше не общаться. Что-то должен круглый стол вести. Я обращаю, послушайте, давайте, наверное, приуродим. Я вот говорю, мы не подоропились, мы не подоропились, мы не подоропились. Нужно обсудить все действия. Законные, незаконные. Если это касается ресторанного бизнеса и специальных напитков, записать это в правила. Есть нормы законные. Если винация вызывается или пять раз милиция на какой-то объект, он может подпишиться к лицу, чем-то к лице. Я хочу, что я не перенесу. А кто будут нас закрывать? Послушайте, это уже не... Зачитай, какие статьи наручные. Зачем? Они не знают. Они даже не знают. Вот хоть считай, а то прям напугались. Зачем был романцем? Если не будет вот этого, вот этого, вот этого, то не будет вот этого, вот этого, вот этого. Естественно, мы будем с этого противляться. Если вы будете говорить о том, что для того, чтобы нам молодежь не пугала, порядок какой-то, это совсем будет в другом ракурсе рассматриваться, в другом ракурсе будет рассматриваться. Это должно выделиться какие-то определенные сферы. Действительно, она правильно говорит. Причем здесь она для того, чтобы в Бухенхаусе за бухтя полночек ухат. Вот вопрос. Если я работаю как-то. Да. Ее это не касается. И таких, как она, куча. Кто-то вещами торгует. Вы сделали, вы сделали, под ребеночек подровняли. На всякий случай. Ну хорошо, что 10 лет работает, зачем мне? Завтра вы уйдете, завтра вы уйдете на пенсию. Не веду его на всего, правильно. Вместо вас придет еще кто-то. Не будет воспринимать вот этот арм, как дом, как, нет, как действие. К действию, да. И оно начнет рубить с плеча всех подрядов. Ну зачем это делать, зачем это делать? Значит, давайте, товарищи, подавайте, можно я еще скажу. Можно я еще скажу, напалевшим. Значит, у нас была, у нас была, это, одна штука. Которая пришла по электронике к нам. Человек совсем с другого города. Пишет о том, что у нас есть такой маячок, знаете, да? Вот, открыт. Ну, человек туда пришел и пишет, какое там безобразие. Значит, антисанитария. По маячок это что-то? Это на вас может быть. А он сейчас закрылась, она просто закрылась. Может быть, тренируется? Еще, это требуется, она ведь минимальных санитарных норм, от того, что корм пожежь, но и быстрее. И там тоже трудно. Посреди зала для клиентов находится печь типа буржулька и все такое прочее. Мы о том, что он открыт, мы даже не знали. И когда мы пришли туда, Елена Григорьевна пришла с замоком Владимира Степановича туда для проверки, значит, человек осуществлял торговлю, не имея на это ни документа, ни документа о том, что он был предприниматель. Санитарных правиль таких, то есть это разрешение следственников в ванне. Понимаете, человек пришел и не торгует. Вы вешаете, бывает, мы проверяем, тогда сами, ну, обследуем, дорогу на Майдюре, напиши туда копии своих поспортов. Мы не требуем ни паспорта, ни финансовая шаговая заработка рекордами. Вы были с нами на проверках, вы видите рекордами. Мы хотели на законы, что вы напишите заявление. У нас есть заявление ваше, и мы вам выдали полностью. Если человек захочет, если не захочет. Нет, понятно. А кому это принятие оказалось? Если человек захочет, не захочет, не захочет, не захочет. Я думаю, что у вас, вы сказали, что есть недоконный акт, который в параметре, 22 часов работает, 2-5 месяцев. Да, это у нас решение исполком. А почему не выполняют? То есть, практически согласовать им режим работы с вами не надо, потому что уже существует рекордный акт, 22 часов. Если магазин торгует, общий магазин какой-то стационарный, продовольственный, но у него есть отдел по торговле алкоголя, значит, у нас он только в части продажи алкогольных напитков. Он может работать круглосуночный, если честно в море или то в море, то 20 часов. Нарушение этого акта это административное нарушение. Уважаемые присутствующие, давайте... Уважаемые присутствующие, давайте... Вы можете просто даже уставить и для награды до лишения Росслава Совета. И норму в две сети. Просто четкую норму прописать в юристах разработок. Изменения уставить и для награды сделать. Все. Смотрите. Давайте, значит, так. Мы услышали вас, вы сказали свои предложения, мы все это будем прорабатывать, разрабатывать. У меня еще будут предложения, я пройду сейчас. Да, но я скажу просто. Давайте я закруглюсь на круглом столе и скажу так, что значит, то, что вы предлагаете нам, ваши предложения, замечания, прошу, ну, в какой, в двухнедельный срок, в десятидневный срок, предоставьте нам эти предложения для того, чтобы мы могли поработать с ними и внести их в этот регуляторный акт. Ну, скажите, проект регуляторного акта, ну, скажите, этот проект регуляторного акта нужен будет городу для того, чтобы отслеживать силы рефляции? Этот нет. Нет, ну не этот, с изменениями. С дорогодками, с вашими. Для того, чтобы не давать, тяжело, кто-то через сух, понимать, а вот другой. Ну, ты на пятый номер. Мы еще сейчас продумывались. А мы придавали старые акты, которые для нас сегодня. Пошли. Нет, мы не будем. Это тоже было очень много. Это что? Это жарные вещи. Понимаешь? Это жарные вещи. Понимаешь? Это жарные вещи. Это жарные вещи. Это жарные вещи. А требовать в регуляторном акте, извините с людей, документы на недвиж... на объект... На объект... На объект... На объект... На объект... На объект... Это все, как свои замечания. Нет, если это предприятие, это предприятие. Нет, а регистрирование. Они имеют право, что его потребляют? Он имеет. Конечно. Они должны... Мы в этом заявлении. Кто считает, что лишнее, там... Ну вот, вычеркните, допишите. И давайте так, определимся. Вот если продуктовый магазин правильно выполнен, зачем там устанавливать кому-то график, если нет спиртного? Он пусть круглокут суточно даже работает. Едите, только та же хора зашла продуктов, купила и поехала дальше. Где не в степень? Где не в степень? Где не в степень? Я нафинка... Как все в сутки, которая для жизни и здоровья наших граждан? Ну, без жертвы грамоты приносит какое-то время. Давайте это опустим, эти магазины. А вот, которые... А те, кто не захотел... Послушайте, пожалуйста. Можно, а то уже от ритмы пойдут. А где есть вот спиртные напитки и массовые такие заведения, где можно развлекаться, ну я считаю, сюда больше всего надо регуляторные акты направить, чтобы иначе наши люди должны спокойно спать, потому что он платит исправно зарплатить, он приходит с работы, должен работать. Я считаю, больше всего этот акт должен касаться от этих заведений. Ну если будет там, вот это и написано будет, ну еще один, вот второй, тот не выполнялся, а третий, как это? А нормальные магазинчики ураги, которые... Скажите, какой срок вы дадите нам? Мы вам сейчас даем, мы даем общественный совет жителей города предпринимателей, мы вам сейчас даем, мы вам сейчас даем, те, которые сейчас подписались. Значит, дело в том, что некоторые не пришли, не пришли, не пришли информацию, что это касается только ресторанного бизнеса, присутствующие тут, не буду назвать кто, мне два человека звонила и сказали, что... И присутствующие дали информацию с вашего, так сказать, заведения, что надо идти только к тему кого-то ресторана. Я хочу обратиться к общественному совету и посмотреть на этот регуляторный акт не с одной стороны, то, что касается предпринимателей, а с той стороны жителей нашего города. Понимаете? Почему? Жители. Почему? Почему я понимаю, если это? Если принять закон, мы себя поставляем под статью на нарушение закона Украины. Молоков сказал, там число, вы думаете, я даже не понимаю, не сказала. Понимаете? Как можно принять, тем самым не выполняем законом? Это просто бревеный в свой глаз. Прямо, когда пищенка сама попала. Ну, берем вот эту бревеную свою пищу. В охрану не надо. Не выключайся. Нет. Не, ну, скажи, вы видите, как надо пугать? Какие у вас пугать? Какие у вас пугать? Ну, что это за ерунда? Ну, что это за ерунда? Ну, я не знаю, что это за ерунда. Ты не имеешь право работать, что-то. Да, прокуратуру на него, суд на него. Экономическое преступление, правильно? Если у меня нет документов... Нет, нет. А что там же? Ну, все работает без документов. Бабки нет? А, нет. 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 Я начинаю есть, но я полюсу не знаю. Я вам чикну, а я вам все пиздец. Седьмой закон, только законом, никаким абактивным, не лично. Седьмой? Я, вот, кушащик, приведу. Можно? Я, вот, кушащик, я, вот, кушащик, я, вот, кушащик, я, вот, кушащик. Давайте так, у нас получается уже не сто, а два, а один, а один, а один, а один. Потому что ей не жало спать. Так мы ж не можем все запить, то есть вот, была такая жалобщица, которая доставала из полков, чтобы закрыли площадь, потому что у нее квартира, она площадь, и ей шубная площадь. Я знаю эту жалобу, да, она, наверное... Вспомнишь? Ну, я вам еще зажала обу, скажу. Человек, например, в мини-пекарне, в жилом площадке, в три часа ночи начал мешать мне. Я там мешал тут сначала. А, вот, попасть туда и дорога. Ни кто. Понимаете? Ни кто. А где они? Нет, где они? Нет, где они? А где они? Нет, нет. Нет, нет. Нет, нет. А где они? У нас нет никаких проблем. Да, дайте я запрошу. Значит, если мы вывели... А ты нам оставишь эту бумажку? А где ты у нас поставишь? Мы рассматриваем, почему эти жалобы не будут. Потому что у нас есть полномочия рассматривать, ну, именно по защите правопотребителя. Но полномочий наказать ума принимателя у нас никаких нет. Если мы идем, обслеживая, делая проверку, выявляя деньги и все нарушения, мы должны послать в нешестоящую службу по защите правопотребителя вот такую бумагу, в том, что есть такие-то, какие-то нарушения. Но областной защитник нет. Правда, не знаю. Поэтому, вот, пиховая... Дорогие, товарищи, коллеги, по несчастью, по несчастью. Знаете, давайте, кто угрыбляется, я еще один момент озвучу, который надо подумать нашему уважаемому торговому отделу, который, как бы, имеет, ну, для нас подводные камни. Я не знаю. Или, может, как-то немножечко это, более какие-то узкие рамки. Вот смотрите, получается так. Вот вы пишите, что надо, в общем, отказать в согласовании, вы предлагаете, в следующих случаях, если, первое, не весь пакет документов, но мы это обсудили, мы это посмотрим. Второе. Если от жителей города будут жалобы. Давайте посмотрим, сколько жалобы. Одна, десять. Извините. Мы живем, давайте в реальной. Ну так, извините. Но люди уже это напрягают. Нет, подождите. Я сейчас вам буду нацелить круглодукоплявничать. Пойду, мне не нравится Черкашин. Как он, извините, может, не так смотрит. Я начну ему жалобы писать. Дальше. Информация о правоохоронных органах. Какая имеется в виду информация о правоохоронных органах, из-за которой мне или кому-то не дадут это поводжение? Какая это может быть информация? Это может быть информация о том, что систематически нарушается, допустим, возле этого магазина. Кто определит, что систематично? Систематично. Систематично. Два, три, десять, двадцать пять. Протоколы, да? Поступаем. После каких правоохоронных забираем аж это? Вызовы. Вызовы. А протоколы. Вызовы. Вызовы. Двух, трех, десяти. Вносите предложение. Вы ж про пол пишите. Пишите. Подождите. Вы ж так не пишите. Это ж слишком малосыбурно и все, и нечего. Я вам помню. Давайте. Вы написали. Да. Я пришел. Нет, что давайте. Людям интересно разучить наши предложения. Да. Кто такие контролирующие? Контролирующие. Вот Любовь Александровна. Так, тихо. Серьезно. Давайте. Вы ссылаетесь на закон о местном самоуправлении пункт четыре б. Правильно? Тридцатая статья. Тридцатая статья, да. Тридцатая статья. Тут написано. Установление согласования с традицией удобного для населения, режима работы, расположенных на соответствующую территорию, предприятия, учреждения, организации, сферы обслуживания, независимо от формы собственности. Где тут торгуют? Подъясните. Не, они обслуживали. Все, если не было того смысла. А, ну я извиняюсь. Да, приняли уже. Четко. Тут написано. Да нет. Четыре. В. Тридцатая статья. Тут. Вот решение. Там смысл не в торговле, там смысл в слое предприятия. Так, подождите. Почитайте закон. Там четко указывается, где торговля, где сфера обслуживания, где транспорт, где связь. Четко в этом законе прослеживается. Особенно в статье 30. Любовь Александровна. Речь идет о предприятии, не о подразделении предприятия, что у нас там с собой представляет. А значит, где написано, что предприятия все будут установлены? Речь идет о предприятиях, да. Ну только торговлю же не касается? А торговля это что, не предприятия? Касается. Вы же смотрите, если вы найдены налоги предприниматель, вы же попадаете. Здравствуйте. Да в пункте это место. Предприятие предприниматель. Не надо подсказывать. Это трактор. Это трактор. Это трактор. Это трактор. Значит, смотрите, в пункте 9 четко написано установление удобного для населения режима работы предприятий коммунального хозяйства торговли и общественного питания бытового обслуживания, относящихся к коммунальной собственности. Тут четко написано, это пункт А. А сфера обслуживания предусматривает себе и розничную торговлю, и бытовое обслуживание. Это не сфера. Не будем гадать, что там предусматривает. Значит, смотрите, я еще раз это. Правила розливной торги, алкоголем и напаяни. Значит, старая редакция была написана. Режим работы специализированных магазинов, специализированных отделов секций устанавливается субъектом хозяйственной деятельности по согласованию с органами местного самоуправления. Сейчас постановой изменен, значит, это написано. «Зручные для населения режим работы специализованных магазинов, специализованных отделов секций, и инших церковных властностей устанавливаются. Мы по-нарчимым органам местных 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 рад за погоджение у вас выхода». За погоджение? Ключевое слово за погоджение? Подождите. Так зачем? Сейчас вы хотите, чтобы мы согласовывались с вами. А по закону, по закону, вы должны согласовывать с нами. А мы немножко перестали. Понимаете? Это вы должны писать, получается, вам заявление. А мы вам даем ответ. А вы хотите наоборот что-то сделать. Людмила Николаевна, у вас должен быть документ, а залавить не погоджение, а горло, на основании погоджение, а горло, на основании погоджение, а горло. Какие контролирующие органы могут проинформировать и опять не дадут соглашение? Это какие мы имеем в виду контролирующие органы? Это и есть контролирующие органы. Это и есть контролирующие органы. Это и есть контролирующие органы. Уважаемые, давайте. У кого есть еще какие-то предложения? Пожалуйста, мы сегодня не обсудили присутствие часов. Какой вам нужен срок для того, чтобы принести нам предложение? У кого я делаю? Сейчас наше предложение, обращение. Замечательно еще. Какие еще предложения? Оставим их через общие отделы. Людмила, давайте в письменном виде, пожалуйста. В какой срок вы нам все это передадите, скажите? Я думаю, нам надо хотя бы сколько, неделя-две. А что у нас? Две недели просят? Две недели. Да, просят две недели. Устанавливаем двухнедельный срок, в течение которого, начиная с сегодняшнего отдела. А потом, все-таки, мы один полный стол собираем и приглашаем милиции. Мы их приглашали. Мы сегодня приглашали. Вот надо на стол. Бородин, я лично сегодня слышал, Бородин уже владел начальнику милиции. Он сказал, если не я, кто-то из дома будет. Это утром еще весьма очень рад дали. А вот это был я. Правильно, не сидим регулятором. Сейчас можно защитить испаивание молодежь. То есть вот это, вот это, это не наше. Покажем. Проделитесь сначала с целью. Что вы хотите достичь? Может быть, этот регуляторный акт будет касаться только специализированных магазинов? Я же вам о чем говорила. Подавайте свои замечания, предложения в письменном. Я могу и устно подавать. Нет. Письменно в течение двух дней. Все слышали? Все слышали. Мы можем и устно, только протокол не ведется. Куда? А в протоколе вы записали, что у вас есть. Придут смотреть. Не, не, не. Я не человеку против. На чем не надо? А они приходят и дают бабу и работают. Вы же за все прекрасно понимаете. Давайте, пожалуйста, в письменном виде, в электронном виде, есть сайт. Вернее, есть электронные адреса отдела. Пожалуйста, у вас есть замечания. По именному адресу отправили нам. Вопросов нет. Только чтобы это было написано. Я вообще. Глянул на камеру, молодец, зашли за выпивкой. Мы заканчиваем крупный стол. Никто не хочет больше сказать. Девочки, никто ничего больше добавить не хочет. Девочки, заканчиваем крупный стол. Вы хотите что-нибудь добавить? Все. Здоровому отделу? Здоровому отделу? Уже по другому отделу. Юристы? Есть. Значит, все поняли, на какие предложения пишите на время опорки Ивановича, несете в общий отдел, в двух экстремплярах, один оставляю в себе и относите. Чем больше предложений, тем лучше. Чтобы все это было создано. Будем получать интенсивную сработку дороги. Да. Продолжение следует...